Привет, Эсси! Это Зельда! Если ты ждал этой серии, то из тебя лайкос, если ты еще не поставил его. И, конечно же, подписочка, если ты еще не подписан. В прошлой серии мы с тобой забрались внутрь Вана Борис. И все-таки его вытащили из цепки Хлап Ганана. Теперь он на нашей стороне и защищает город Геруда. Ван он стоит наверху, врубил уже свой лазер и нацелился на Ганана. Помимо этого, госпожа Урбоза одарила нас новой способностью. Прозвал я эту способность Щелчок Грома. Все сразу же начали писать, да ты прям как Танос стал. Но нифига подобного, я не стал Таносом. Оказывается, эта способность работает не так, как нам показали. Все намного проще, об этом мне тоже написали в комментариях. В общем, смотри, как это работает. Доставим наше оружие, готовим замах. Вот она сила Урбоза появилась. И вот так вот это все выглядит. Из меня вылетает Урбоза, хлопает в ладоши, или что она там делает. Ну точно не щелкает пальцами и выпускает молний. Давай еще разок с этого ракурса. Вот так вот. То есть по всей территории, довольно большой, вокруг меня выпускается молний. Я думаю, что это очень мощная способность, мы ее обязательно сегодня проверим. Ну а сперва нам нужно добежать до Риджу. И сказать, что с нами все в порядке, в анаборис на вашей стороне. Так что пользуйтесь на здоровье. И я надеюсь на какую-нибудь крутую награду. Госпожа Риджу, я прибыл и привел с собой огромного верблюда. Ты вернулся. Ну еще бы я не вернулся. Я рада, что ты в порядке. Действительно рада. Наборис больше не представляет для нас угрозы. Я спокойно за свой народ. Но, как я понимаю, Хайрулу грозит большая опасность. Бедствие. Опа, вот сундучки подъехали. Надеюсь, с ним тебе поможет справиться мой подарок. И я хочу, чтобы ты принял от нас бесценное снаряжение Геруда. Когда-то оно принадлежало самой госпоже Урбози. Ты был ей другом, поэтому достоин им пользоваться. Вау, спасибо. Давай, 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 посмотрим, что же там. Основное задание чудищи в анаборис выполнено. Итак, в первом сундучке нам попадается сабля Семи. Легендарная сабля воина Урбозы. Говорят, с этим оружием ее снаряжение походили на захватывающий танец. Вау. У нее очень, кстати, неплохой дамаг. Значит, забираем саблю. Давай сразу же ее оденем. Кстати, неплохо так выглядит. Такая мощная. На данный момент это самое мощное оружие в моем инвентаре. Ну, я совсем забыл упомянуть, что сегодня мы с тобой идем доставать мечлинка в лес корков. Пора бы уже его все-таки достать, потому что без него меня не узнают. Так, ну давай теперь посмотрим, что во втором сундуке. И это сияющая эгина. Неповторимый щит Урбозы. Изготовлен из особого металла, очень прочного и в то же время легкого. Выдерживает даже самые сильные удары. Вот это подарки. Вот это нормальный подгончик. Правда, мне сумки надо почистить. Значит, что мы выкидываем? Мы выкидываем крепкий заврощит. Он самый непрочный. Выбросить. А это забираем. Отлично. Шлем Грома у нас вот здесь теперь лежит. Красуется рядом с Риджу. Я могу с ним взаимодействовать, но я знаю, что начнется. Поэтому мы пока что это оставим. И, пожалуй, отправимся в лес корков. Очень много было комментариев о том, что Туда нужно идти с тринадцатью сердцами, иначе никак. Но я все же попробую и посмотрю. Ведь про Ванаборис мне писали практически то же самое, что я его не смогу одолеть, я слишком слабый, бла-бла-бла. В общем, все проверяю на своей шкуре. Значит так. Где же находится лес корков? Я думаю, что он где-то вот здесь вот. Эта область нам еще не открыта. Вообще, когда я встретил самого главного корка, ну как самого главного, большого того пухляша, который нам расширяет сумки, он сказал, что деревня находится где-то в лесу корков на юге. Значит, примерно где-то сюда. Что ж, телепортируемся в башню Увалья. О-о-о, у нас здесь дождь идет. Вот это поворот. Надо бы переодеться. Тут прохладненько. Сейчас мы переоденемся. Вот так вот. Давненько я не одевал свои доспехи. Как мы видим, на Ганана уже нацелилась два чудища. И это нам на пользу. Теперь нам нужно отправиться в лес. Так, в какую сторону? По-моему туда, да? Вон там он, где светилище. Ну что ж, Давай, револи. Вручай нас. Нам нужно взлететь как можно выше. И лететь в ту сторону. В сторону светилища. Надеюсь, что мы выбрали правильное направление. И мы все-таки прибудем в лес корков. Угу. Тут уже бандиты ходят. Стрекозы летают. И, конечно же, драконы. Вон они. Здоровенные драконы. Надеюсь, как бы мне хотелось, чтобы эти драконы были дружелюбными. Вон оно, светилище. Мы, наверное, в него сегодня зайдем. Давай подкрадемся к нашему миленькому свину. Ху. Опс. Опс-опс-опс-опс-опс. Че, биться будем, да? Ну ладно. Ладно, давай подеремся. Кстати, я хочу на тебе проверить силу урбозы. О, неплохо. Очень неплохо. Я бы сказал, очень круто. Че у него тут есть? Рог заберем, сердечки заберем. Все остальное нам не нужно. Вооружение говнецо. Опа. Как здорово. Там у нас рядом со светилищем есть очень полезные ископаемые. Это, собственно, фосфалит. Он бы нам пригодился. Надо будет его подаровать. Но сперва. Сперва. Где-то я слышу летучих мышей. У-у-у. Летучие мыши. Здорово. Только не дай бог вы ко мне подкрадетесь. Давай мы, короче, сделаем вот так вот. Копим силу. Как только они ко мне подкрадутся, я их шабану молнией. Че-то не сработало. А, у меня сила урбоса закончилась. Вот блинский. А так было бы весело. Еще и скелеты вылезали. Товарищ налево. И звин где-то еще хрюкай. Да сколько ж можно-то? Вы че? Я всего лишь хотел камень скинуть и свалить оттуда нафиг. Ладно. Будем разбираться по-мужски. Ой-ой-ой-ой-ой. Фух. Раскидал. По-быстренькому. Теперь мне никто не помешает забросить этот камень. Я думаю, что там что-нибудь есть под ним. Давай, Линк. Ты же мощный. Ну давай с разбега возьмем. И раз-два взяли. Не, нифига. Придется прибегнуть к магии. Как насчет стазиса. Ага. Возьму-ка я вот этот железный молот. И полетит этот камень куда подальше. Давай. Пари. Вот так-то лучше. И в принципе под ним ничего не оказалось. А, ну там вон смотри. Свиньи ходят. Может быть на свиньи надо было скинуть. Ладно, не до них сейчас. Мы направляемся с тобой к святилищу. И к Фосфалиту. Между прочим, Фосфалит нам нужен для того, чтобы сделать тот костюм, который мы видели в секретном магазине в городе Геруда. Может быть, когда-нибудь я этот комплект все-таки соберу. Оттяк вот. Хорошо, когда есть кувалда. Не надо ничего взрывать. Кстати, поговорили, что если я соберу этот комплект, то по ночам на меня не будут нападать скелеты. Не знаю, правда это или нет. Но стоит это проверить. Все, мы собрали четыре штуки Фосфалита. В принципе, у меня уже Фосфалита достаточно. О, еще один есть. В принципе, у меня уже Фосфалита достаточно для приобретения того костюма. А вот денег недостаточно. Он очень дорогой. Святилище Монья Тома. Монья Тома. Ну и название. Так, давай посмотрим. О, а там что? Фигаси, это что? Конюшня, что ли? Ну точно, конюшня. Отлично, мы зашли с тобой. Слушай, мы после святилища сходим до конюшни. Я призову своего игогобро и дальше нам путешествовать будет проще. Активируем святилище. Как раз добудем сферу. Побараболье. Чего? Какое побараболье? Короче, вижу здесь ветровик. Вижу здесь что-то в виде прыг-панелей. Также сферу. Давай ее заберем, может быть она нам пригодится. Здесь у нас тоже есть прыг-панель. Давай встанем. Она нас должна пульнуть. Вот туда. Но не совсем так. Я потерял сферу. Видимо, вначале нам нужно запустить сферу. А потом уже мне вместе с ней. Кладем сферу, значит. Сейчас она полетит. Так. Как раз! Интересно, она упадет? Еее! Смотри, как все шикарно получилось. Только она сейчас будет перелетать с одного места в другое. Ладно, теперь наша очередь. Вместо мячика полетим. Поехали! Ништяк. А вон, кстати, сундучок. Сейчас мы его оттуда стащим. Вот, теперь мы долетели. Как насчет магнезиса? Нет, магнезис не прокатит. А, кстати, это не ветровик. По нему же просто нужно ударить. Вроде бы как. Ага, точно. Эээ, что-то мы как-то не так повернулись. Ну ладно. Был бы неплохо еще раз развернуться. И? Да. Очень круто. Теперь, по идее, мы можем достать до сундука. Ну-ка, ну-ка. Заполните нас повыше. Чтоб достать до сундука. Что же в нем сокрыто? И что же в тебе сокрыто? Меч молнии! У нас один уже такой есть. И он прикольный. Будет, значит, два. Так. Теперь нам нужно развернуть эту всю штуку в другую сторону. Примерно вот так. Сферу мы опускаем вниз. И она должна перелететь и разбить вон те коробки. Разобьет ли? Нет. Не разбила. Значит, мы ей сейчас поможем. Ай! Ай, вот это мы помогли. Черт возьми. А я был так близок. Магнетис нас не выручит. Все по новой. Ну вот. Теперь все как по маслу. Все как надо. Сейчас я думаю, что эта сфера залетит прямо... Прямо туда, куда надо. Есть! Ну и все. Осталось только поздороваться с дедушкой мумией. Забрать у него сферу духа. И продолжать поиски меча. О, уже день наступил. Очень круто. Что ж, пойдем в конюшню сбежим. А он, кстати, вулкан. И там бродят механизмы по нему. Или это не механизм, а чудище. Ладно, сейчас нам не до него. Нам нужно сконцентрироваться на мече. Ух ты, олени какие блинские. Мне как раз нужно мясо. Сейчас мы похотимся на оленей. Там вон еще ягоды вижу слева. Шикарно. Черт, спугнул что ли? Прямо на меня бежит. Красавчик. К папке прибежал. Знал, кому мясо отдавать. Сырой. Теперь ты можешь выплеснуть ярость урбозы. О, спасибо. Сырой огузок. Значит, два куска мяса шикарнейшего. И где-то я тут ягоды видел. Вот. Ладно, цвет. Пойдет. Сейчас еще в конюшне по-любому рецептик какой-нибудь найдем. О, грибочечки. Шикарно. Живушка. Вашпей, сейчас с тобой закашеварим. Конюшня тихая. Шикарное название. Посмотрел бы я на человека, который это придумал. А тут у нас чего? Лук какой-то беспонтовый. И интересный щит. Боевой щит. Укрепленный деревянный щит. Именно таким пользуются стражники замка Хайрул. Легкий и удобный. Главное, беречь его от огня. Хм. Очень удачненько зашел. Правда, места нет, как обычно. Выбросил завра щит. А этот возьмем. Здорово, ребят. Как ваше ничего? Как ваши дела? Яблоки. Или это перец? А нет, это перец. Заберем. Нам сейчас нужно приготовить уникальнейшее блюдо. Сырое мясо, которое мы только что добыли. Латноцвет, конечно же, возьмем. И все это приправим Хайрульским рисом. Ммм, должно быть вкусно. Так. Главное не промазать. А то там вон собакина стоит. Так и хочет урвать у меня что-нибудь. Давай. Попади в чан. Вот так, красавчик. Надеюсь, будет вкуснятина. Что же, что же, что же я сготовил защитные мясики. Мясики. Господи. Рисовые колобки, начиненные пряным мясом. Это очень питательное блюдо. Повышает защиту. Неплохо. А теперь пойдем в конюшню забежим. Здесь вот есть рецептик. Смотри. Хайрульский рис. Что это? Вот это камень, это, наверное, соль и мясо. Сейчас мы это дело зафоткали. Все рецепты надо сохранять. Так. Весь прикол, что я весь Хайрульский рис потратил. Но я знаю, как его добыть. Сабля Урбозы меня выручит. Значит, ищем. Рис. Рис. Ты где-то тут должен быть, я же знаю. Фея, фея, нифига себе, вот это мне фортануло. Может быть, рис вон там, где цветочки? Еще одна фея, стой. Обалдеть их, скука здесь в траве сидит. Вот это нежаданно, негаданно. Я даже не ожидала, что тут встретиться. Я думал, они только в лесу есть. Что тут у нас? Чудо редис. Это очень хорошо. Ну где же рис, ну где же рис? Один редис, один редис. Так, Урбоза, ну блин, все силы Сурбоза, это сейчас я израсходую. Так, короче, я понял, риса я здесь не найду. Видимо, другое поле надо. Ну ладно, в следующий раз попробуем. О, смотри, старикашечка, знакомый мой, Пикангу. Он-то нам сейчас поможет найти какое-нибудь интересное место. Какой умиротворяющий пейзаж. Остановиться в таком месте и рисовать лучше не придумаешь. Привет! Рад встрече, путешественник. Я вот уже где только не был. Ты чё, меня не узнал, что ли? Мы же с тобой до феи вместе бежали. Если ищешь какое-то особое место, могу подсказать. Может, у тебя даже картинка этого места есть. Покажешь? Конечно, покажу. Есть у меня картинка. Вот, смотри. Так-так. Усыпанный цветами лук. А вдали замок Хайрул. Северная его сторона, верно? А я-то откуда знаю? С юга-то посад находится. Там теперь одни развалины. Значит, северная сторона замка. По ту сторону рва. Это к юго-востоку отсюда. Ну, спасибочке, помог. Только от замка сейчас лучше держаться подальше. Заметишь опасность. Беги за всех ног. Окей, спасибо тебе. Чё-то там к лесу ешь. Я хотел посмотреть, а ты сваливаешь. Ну, ладно. Надо нам поболтать со здешними чуваками. Может, наверняка где-нибудь кто-нибудь видел меч в лесу. Похоже, что здесь никто не знает про мой меч. А вот коня бы я бы забрал. Кто здесь за коней отвечает? Конник, где ты? А, вот он. Здрасте. Добро пожаловать в нашу конюшню. Спасибо, я это всё знаю. Я просто хочу взять свою лошадь. Какую лошадь хочешь взять? У меня, вообще-то, она одна. Иго-го, бро, мой миленький. Иго-го, бро? Ну, ладно, бери. Спасибо. Иго-го, бро, у нас красавица. Сейчас я её позову. Секундочку. Хе. Вообще-то, это моя лошадь. Чё это она у вас, красавица? Спасибо, что подождал. Обращайся ещё. Всё-всё-всё, хватит болтовнений. Мой миленький гу-го-броша, привет. Покормить тебя, хоть сладеньким давно не виделись. Где у меня там яблочки были? Кстати, у меня банан остался, нет? Давай мы ещё бананчик ему дадим. Как раз у меня два банана осталось после битвы с Лжегананом. На, держи, фруктовый микс. Ой, пупсень мой. А чё, банана не будешь? Ну да, скажи. Я ж тебе не макака, а бананы есть. Яблоко давай. Бананы уберём. И поехали. Эээ, куда нам поехать-то? Нам нужно найти здесь смотровую площадку. Короче, едем прямо. Опачки, опачки, смотри, кого встретил. Здорово, мужик. Да поболтаем. Стой, 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 стой. Блин. Стой, говорю, поболтать с тобой хочу. Да блин, он от меня уезжает. Он не хочет со мной говорить. Ты чё такое, а? Вот бегун ещё с осликом. Ну это торгаш обычный. Это торгаш. Мне кажется, что вот этот чувак на коне, это может патрульный какой-то, а? Может, он чё-то там болтает, я не могу разобрать. Может, в небе он чё-то ищет в небе. Только непонятно что. Так, вон там вот вижу смотровую площадочку. Вот туда мне лень ехать. Лучше просто поедем прямо. Сейчас я тебе покажу. О-о-о-о. Тут со свиньями дерутся. Надо бы помочь. Здорово. Сразу на меня приключил, смотри. Знает, кому подлазить? Чё, подойдёшь к нам поближе? О-о-о, какого леща у нас. Ещё и конь. Спасибо, иго-го, бро. Ты лучший, бро. Блин, попал по мне. Ты обалдел? На тебе. Ещё раз влетело мне. Конечно, это больно было. Пропустить такие нелепые удары. Ну ладно, чё. Братишки там как? Слёханик? Чаби. А, это девочка. Ну ты и селян. По тебе, конечно, сразу видно. Вот это всё, что у меня есть. Возьми, пожалуйста. О, так у меня уже такое есть. Ну ладно, будь давай. Опять ты меня жизнь спас. Погоди, так я тебя уже спасал, что ли? Ведь по-прежнему этого Килтона с его монстра Торгом ищу. Я выяснила, что он живёт на одном из окальских озёр. Знаю, что озеро в форме черепа. Но не знаю, где оно. Ладно, спасибо за информацию, но мне это сейчас ни к чему. Я тут стрелы увидел. Надо бы их забрать. Блин, на самом деле эта местность нифига не похожа на Карокский лес. Может, за этой горой скрыт небольшой лесок. Короче, поехали в гору. Там-то всё мне сразу видно будет. Ну вот, мы и взобрались на вершину. Здесь прохладно, идёт снег. И я уже переодел свои тёпленькие штанишки. И что же мы здесь видим? А ничего такого мы и не видим. Опа, подожди. Подожди, подожди, подожди. Смотри, какой огромный кусок леса. Блин, наверняка это он. Это и есть Карокский лес. Я хотел сказать, но это похоже на какое-то болото. Очень сильно похоже на какое-то болото. И там прям стрёмно находиться. Но вот Сакура, которую там я вижу. Вдали, смотри, вон она, Сакура. Хм. Вот же ж, блин. Это всё дело надо объезжать. О, почти. Смотри, кого я встретил. Это же кентавры. Блинский. Ну, не совсем это. Хотя нет, это кентавры, да. Лучше объезжать их стороной, хотя... Давайте попробуем подъехать, посмотрим. А, он враждебен. Так что мы от него валим. Надеюсь, он меня с коня не скинет. А, он лук достал. Вот засранец. Но вроде он в меня не стреляет. И хорошо. Ух, почти доехали. А чё это там наверху? Стой, 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 за лобра. Чё это такое там? Какой-то черепок или что? Летучая мышь. Отстань от меня, кровососка маленькая. Поехали, его, гобро. Нечего нам тут стоять. Ещё и... О-о-о-о. Вот это мы подъехали. Ммм. Давай, гобро, вниз. Не хочу я драться с этими свинтусами. Я тут сам. О, да тут объехать их можно. Отлично. Тогда объедем с тобой. По-хитрому сделаем. Красавчик. Давай, слезай отсюда. Чё? Ну, тут ступенька-то вообще фигня. Ой, ладно, я дальше сам пойду. Отдыхай. Ну вот, мы почти подобрались. Тут, оказывается, болото. там ящеры плавают. Тут у нас башка механического паука. Или как они там? О, фея бегает. Короче, как и везде. Всё. Ну чё, ладно. Отсюда летим. Или не долетим. Ривали, выручай. Я тону. О-о-о-о-о-о-о. Так, значит, сила Ривали. Ты мне нужна. Мы сейчас облапошим всех этих свинтусов и гомоноидов. Вот так вот. Есть, мы забрались. Мы забрались сюда и находимся прямо в каком-то коконе. Что ж, давай посмотрим со стороны, как это всё выглядит. так-так-так-так. И что же на этой карте? Хайрульская пуща. Болото Мида, озеро Сария. А где лес Корков? Блин, ну тут очень густо. И я думаю, что это тот самый лес, о котором нам говорили. Я надеюсь. Но это не точно. Ладно, придётся туда сходить и проверить. Похоже, что вон туда. Блин, какие здесь стрёмные деревья-то. Чё за фигня? Прикинь, короче, я туда не могу залететь просто так. Видимо, туда надо как-то пробраться. Вот это поворот. Ладно. Ну вот, мы, в принципе, идём по той дорожке, по которой сюда как бы нужно зайти. Ну вот, мы входим в этот лес. Здесь всё в тумане. И как-то очень странно и подозрительно. Прям капец, всё как магический. Такое ощущение, что я во сне где-то хожу. Вон олени бегают. Тихо, не сбей меня. Я, кстати, по-моему, на него запрыгнуть мог. Этого оленя. Огонёк вижу какой-то. Затерянный лес. И чего здесь? Похоже, что... Смотри, сколько огней. А с другой стороны? А, туда мы не пройдём. Нам, значит, нужно идти вон туда. Ладно, пойдём. Идём, значит, сюда. Двигаться буду от фонаря к фонарю огненному. Я думаю, что они нас приведут туда, куда нам нужно. Хотя, не факт. Вот мы прибыли к центральному фонарю и всё. Дальше дорожка кончается. Ну, ладно. Я, в принципе, могу пойти наугад. Я примерно представляю, где находится Сакура. Находится она где-то, где-то в этом районе. Пойдём. А, вон, смотри, вон там факелы ещё горят какие-то. Бежим туда. Ого-го. Ого-го. Вот это дерево. У меня такое ощущение, что мы здесь можем очень мощно заплутать. Смотри, какие деревья. Прям зубы такие. Прикинь, если они оживут. Будет дико жутко. Мне кажется, что я куда-то вообще не в ту степь бегу. Оп-оп-оп. Тихо. Что это было? Что это было? Почему меня опять чуть не ослепило? О! Запищал индикатор святилищей. Где-то тут есть святилище. А может быть, через эти места я пройду? Смотри, точно, вон, огромное дерево. Это то дерево, которое я видел. Ну, то есть, сакура. По-моему, это оно. Пойдём. Так, так, так. Мы вышли в очень красивое место. По сравнению с тем болотом, это просто рай. Здесь очень... Ааа, корки! Смотри, мы корков нашли. Деревня корков. Обалдеть. Ребята, не бойтесь меня. Я вас находил, я вас спасал. Блин, какое классное место. Лес корков. Чума. Ребятышки, здорово, как ваши дела. О! А вон и наш дружбан. Чувак, я тебя нашёл, наконец-то. Здорово. Хочу танцевать. Да! Снова ты. Что такое? Забыл меня уже? Я эсту, музыкант леса корков. Удивительно, что ты смог выйти из затерянных лесов и добраться сюда. Помнишь, ты обещал мне поискать корокские семечки? Поискал? Конечно, поискал. Вижу, что поискал. Увеличь мне, пожалуйста, место для щитов, а то с ними вообще какие-то беда. Начинаю увеличение. О, да. Наконец-то, наконец-то. Всё. У меня осталось всего одно корокское семечко. Я спустил их все. Поэтому пока. Значит, куда идём, куда пойдём. О! Это кто такой? Смотри. Что за чунгачку? Пойдём, подойдём к нему. О! Это же меч! Подожди, это мой меч? Это мой меч? Серьёзно? Я его вынуть просто могу? Не, не может быть такого, что я просто его сейчас выну. Ну, давай попробуем. Линк, всё в твоих руках. ты наша последняя надежда. Последняя. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Я мог бы и пораньше прийти. Да ты, кажется, совсем не помнишь меня. Я дерево, и мои корни уходят вглубь веков. Меня называют Древодеку. Об истории Хайрула я знаю всё. Это оружие было создано древней богиней. Сокрушитель зла. Меч избранного героя, которому суждено избавить мир от Ганнона. И сто лет назад этим героем был никто иной, как ты. Это был твой меч. Но не торопись. Меч подвергнет тебя испытанию и проверит, насколько ты силён. Выдержишь ли ты? Этого я сейчас не могу сказать. Если ты ещё не обрёл свою истинную силу, но попытаешься достать его, это будет стоить тебе жизни. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Имей это в виду. Хо-хо-хо. Чтобы вынуть этот меч, тебе нужна твоя истинная сила. Посмотрим, сможешь ли ты достать его сейчас. Меч героя. Основное задание. Новая цель. Блин, если я его сейчас буду вытаскивать, то есть вероятность, что я кони двину. Что ж, звучит интригующе. Давай попробуем. И раз, два взяли. А, удерживайте. Хорошо. А, теперь я понял, для чего мне 13 сердец. Довольно. Еще немного, и ты бы погиб. В следующий раз я тебя останавливать не буду. Хо-хо. Да, в этот раз комментарии были правдивы, что мне нужно побольше сердец. А именно 13, да? Ну что ж. Я знаю теперь, где находится лес корков. Теперь мне предстоит походить по святилищам, чтобы понасобирать сфер духа и вымолить меня побольше сердец. Это означает, что мне нужно еще 5. Ровно 5 сердец мне нужно, чтобы достать этот меч. Ну что ж, я думаю, что на сегодня все. Если ты знаешь, где достать нелегально сердце, то напиши об этом обязательно в комментариях. А также не забудь поставить лайкос, если ты его еще не поставил. И конечно же подписаться, если ты еще не подписан. А я с тобой прощаюсь. Увидимся в следующей серии. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok